Доброе утро, дорогие друзья! Доброе... Уже у нас сегодня тамузское утро. Было у нас сиванское утро. А сейчас у нас тамуз. Месяц начался. Месяц тамуз. Первое число. Второй день Рошходыша. Сегодня первая тамуза. Представляете вы? 30 июня, а завтра будет 1 июля. А сегодня первая тамуза. Значит, сразу начинаем. Сегодня, кстати, очень такой хороший день. Сегодня женится мой сын. Свадьба или шама женится, значит. И у него теперь будет в Рошходыш в начало месяца читают Алель. Такая молитва специального прославления Всевышнего. Читают, поют такая большая, серьезная молитва Алель. Так он теперь будет каждый год в день своей свадьбы читать Алель прославления Всевышнего. Это праздничная молитва. То есть у него будет очень день начинаться с такой вот самая... Ее читают только по праздникам и по Рошходышам, но не полностью. Значит, сегодня нам приводится в книге о Йом-Йом приводится отрывок приводится отрывок очень такой интересный. Помните, мы вчера говорили, что законы материального мира и законы духовного мира, они разные. Они прямо противоположны. И очень интересно, что в материальном мире, например, человек, который рад своему делу, доволен тому, что у него есть, он... Это правильный подход, да? То есть быть довольным тому, что есть. В духовном мире, наоборот, правильно все время стремиться к большему, к следующему уровню. То есть это два разных абсолютно качества. И сегодня нам дается еще... Вот, допустим, человек выбирает для себя меру своей... меру своей посвященности духовному развитию. Да? Есть люди, которые говорят, вообще духовное развитие для меня не важно. Важно, что я буду там кушать, что я буду есть. И важно все, что угодно, только не мое духовное развитие. И человек тогда, он все время занят внешним миром. Он обсуждает футбол, политику, смотрит фильмы, там, сериалы. То есть он весь погружен вовне. Теперь есть второй вариант. Это... Я сейчас даю крайности. Есть крайность полное погружение во внутренний мир. Это называются мудрецы, которые поставили свое духовное развитие целью своей жизни. Были такие мудрецы, например, как Бен Зума, Бен Азай, которые даже не женились. То есть не женились, потом развелись. Сказали, не могу заниматься вот этой вот материальной жизнью. Это меня полностью ничего не интересует. И, значит, они полностью посвятили себя духовной жизни. Значит, интересно, что это началось еще... Первых два сына было у первого человека, у Адама Решона, был Илель, был Эвель и Каин. Каин, он был погружен в этот мир. А Илель, Эвель, Эвель, он был погружен в духовный мир. Да? Эвель это как пара. И когда они решили принести жертву Всевышнему, то Каин принес от плодов земли чуть-чуть он принес, а Эвель принес лучших своих там баранов, самых жирных. Он все вообще хотел отдать Всевышнему. И Всевышний принял жертву кого? Эвеля. А Каин убил Эвеля после этого. Представляете? То есть, очень-очень удивительная вещь. В общем, сегодня как раз это была подготовка, чтобы понять, что сказано в этом отрывке. Значит, отрывок такой. Самопожертвование, подобающее для мудреца Торы, выражается в словах, как будет, человек умрет в шатре. Когда человек умрет в шатре, есть в книге Бомидвара, есть такой отрывочек, что вот когда человек умрет в шатре, но мудрецы говорят, что здесь скрыт, зашифрован вот этот вот, не просто, когда человек умрет в шатре, то все, кто в шатре, будут нечисты, нечистотой вот это, от мертвого. Они говорят, нет, здесь есть еще вот это, знаете, глубокий смысл такой, зашифрованно. Это как приказ. Значит, что необходимо умертвить в себе всякое удовольствие от мирских дел. Даже небольшие наслаждения этим миром мешают всецело посвятить себя шатрам Торы и своему нахождению в них. То есть, те, кто посвятили себя действительно глубоко изучению Торы, они как бы умертвляют себя в шатрах Торы, то есть, они не занимаются удовольствиями этого мира. Известно, что когда были два сына у Ицхака, Эйсав и Яаков, Яаков был Иш-Юшеф-Оалим, он был человек, который сидел в шатрах. Ему, в принципе, этот мир был вообще неинтересен, вот просто неинтересен, он был погружен в духовный мир. У него в духовном мире было все, что ему нужно, он в духовном мире, ему было интересно, у него были там какие-то постижения. У меня даже есть один знакомый, Равин. Я его всегда спрашиваю, как у вас дела? Он говорит, ты знаешь, внешне вообще ничего не меняется, вот внешне говорит, вот вообще ничего, а внутренне говорит, вообще у меня такие, такие там, то есть он все время погружен в свой внутренний мир, и у него там во внутреннем мире происходят просто невероятные какие-то подъемы, движения, там, осознание, прояснение, инсайты, встреча со Всевышним, там все, а внешне вообще ничего не происходит, да? Вот здесь как раз об этом уровне служения Всевышнему. значит, каждый для себя, тот, кто с этим не знаком, ему, конечно, тяжело это представить, что такое есть, но тот, кто с этим знаком, у него есть выбор, или он гоняется все время за следующим каким-то уровнем финансовым, у меня есть, например, там, ну, клиенты, которые у меня по коучингу, да? и вот один есть клиент, у него, там, он со мной работает, он сейчас открывает пятый бизнес, и я ему говорю, а зачем? Вот давай посмотрим, сколько ты с каждого бизнеса зарабатываешь? Он с каждого бизнеса зарабатывает, там, по нескольку миллионов долларов. Я говорю, зачем тебе пятый? Ну, то есть, он же принципиально ничего не поменяет, а только от тебя, и так ты жалуешься, нет времени, нет, ну, все время занят, а так у тебя будет еще, ты еще больше занят. Зачем? Он говорит, а что мне делать? Ну, я как бы думал для себя, думал, надо, надо же чем-то заниматься, аж деятельный. Так он поставил себе цель, там, миллиард долларов заработать. Ну, значит, все, сам себя придумал, сам себя нагрузил, при этом он, ну, как бы зачем, у него нет ответа на этот вопрос, зачем? Просто надо действовать. То есть, многие люди, они не знакомы с внутренним миром, и они не знают, как в этом внутреннем мире работать, что тут есть тоже цели, тут есть развитие, у тебя тут есть, ну, невероятно интересный, такой, захватывающий мир. Хорошо. Но выглядит это, как будто бы ты себя умертвляешь в том мире. Понятно, да? И особенно, если люди смотрят, говорят, ну, и вот он стал религиозным, и что? Что у него там? Где он? Сколько он зарабатывает? Если он такой умный, покажи, где его деньги? А он двигается совершенно в другой сейчас плоскости. То есть, он, в принципе, из этого мира как бы исчез, и он сейчас двигается в другой плоскости. Хорошо. Вторая книга, «Обретение неба на земле», нам советует следующая вещь. Следующая вещь. Значит, написано так, что Моисей, он считал себя ответственным и за тьму, и за свет. Такая очень интересная идея. Он требовал справедливости для праведных, но и для грешных тоже. То есть, его изначальный подход к жизни был такой, что Всевышний, он справедлив, должно быть все честно. То есть, должно быть все честно, и что? Но когда он поднялся на 40 дней на гору, и там ему, то есть, он поднялся на самый высокий уровень, на который человек может подниматься, получил Тору, и вот он спускается с этого высочайшего своего уровня, а люди в это время, которые слышали первых две заповеди, «Я Бог Всесильный Ваш, Который вывел вас из Едипта, и не будет у тебя других богов, кроме меня». То есть, что значит, не будет других богов, кроме меня? Человек, он все время думает, что что-то может влиять на его жизнь, он все время думает, что он что-то боится, опасается, он думает, что кто-то ему может помочь, или кто-то ему может помешать. Все это легкие степени таких других богов, это других сил, да? Других сил. То есть, он думает, что есть какие-то силы в этом мире, которые, кроме Всевышнего, могут на него повлиять. Теперь, когда Машар-Абейну поднялся, и он поднялся на уровень, что он видел, что все это Всевышний, в это время народ опускался, опускался, и на сороковой день, когда он спустился, они сделали золотого тельца. И это был большой грех. Мужик, когда спустился, он увидел, он разбил скрижали, он сжег этого тельца. И тут у него как раз произошел то, что называется современным языком, когнитивный диссонанс. Он же всегда просил справедливости у Всевышнего, а здесь по справедливости Всевышний должен был их уничтожить. То есть они нарушили, сразу, сразу нарушили, ну то есть сделали этого тельца. И тогда Маше изменился, и он сказал Всевышнему, прости их. Он начал просить за них, прости их, прости. А если не простишь, вычеркни меня из книги, которую ты написал. Меня тоже уничтожь, он сказал Всевышнему. Такой как мини-шантаж, да? Но это очень непонятно. Но давайте подумаем, почему он так сказал, и что это нам дает. Это нам дает, что Всевышний, он этот мир, если все будет по справедливости, то этот мир не может существовать. И он все время, он все время Всевышний добавляет сюда вот этого милосердия, чтобы не наказывать, чтобы ждать, когда злодей справится. Но в итоге все равно справедливость есть. И Машер Абейну, он сказал, что, ну, как бы нет выхода. Если ты не проявишь милосердия, сказал он Всевышнему, то, ну, нет смысла в этом мире, потому что никто не выдержит. То есть, любой человек, как сказал царь Соломон, царь Соломон сказал так, что, говорит, нет цадик на земле, который бы не согрешил. Нету праведника на земле, который бы не согрешил. Его папа, царь Давид, сказал, шева помим цадик и поле, вы кам, семь раз праведник упадет и встанет, а злодей один раз упадет и не встанет. То есть, этот мир построен на том, что человек ошибается и совершает разные ошибки, Всевышний его прощает, и поэтому, и раз Всевышний прощает, мы тоже должны прощать и друг друга, и себя, и, ну, больше быть принимающими, принимающими, прощающими, такими спокойными, и понимать, что все от Всевышнего. И вот это понимание, что все от Всевышнего, оно убирает тревогу, оно убирает гнев, оно убирает беспокойство, оно убирает все, 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 что обычно человеку мешает, и что вызывает, вызывает проблемы. Потому что тревога, беспокойство, стресс, обида, зависть, это все, что человека уничтожает. То есть не события человека приносят ему вред, а то, как он к ним относится. Если он к ним относится со всеми этими негативными подходами, то естественно, что у него будет результат негативный. И Всевышнему даже не надо. То есть сам человек делает так, что у него приходят проблемы. Дальше. Сегодня отрывок в недельной главе, он очень интересный тоже. Значит, вот они уже подходят, они уже к земле Израиля. Все, последние, последние там остались считанные дни, недели. И, значит, пришли они к горе. Гора называлась Ор-Аар. Называлась гора на горе. Пришли они к месту, которое называется гора на горе. И это место, кстати, известно. Это место известно. Оно находится где-то вот сейчас в Иордании. И туда ходят, это мадила Аарона. И вот в Торе, интересно, известно точно, где похоронен Аарон. И известно точно, когда он умер. Это единственное, про кого известно, когда он умер. Он умер первого Ава. В Рош-Ходыш-Ав. И вот они, значит, подошли они к этой горе. И сказал Бог Моше и Аарону в этом месте, значит, на границе с землей Идамитян, вот этот Идом, сказал Бог так. Приобщиться Аарон Эль Амав. То есть отсюда мы видим историю, что есть духовный мир, и что человек уходит из этого мира, и уходит он в следующий мир. Потому что, говорится, присоединится Аарон к народу своему. Кило Явой Эль Эрец. Что он не зайдет в ту землю, которую я дал сынам Израиля. За то, что вы поступили против Слова Моего при водах распри, это мы уже учили. Значит, и тут Бог сказал, как умрет Аарон. Он сказал, что возьми Аарона, сына его Эль Азара, поднимитесь на гору. И там, чтобы Аарон передал свою одежду первого священника своему сыну. И, значит, он там умрет и присоединится к своему народу, то есть к своим предкам. Он присоединится на небе. И, значит, так они и сделали. Так они и сделали. И спустились они потом с горы. Уже Мошер Абену и сын Эль Азар спустились. И дальше начинается отрывок. Значит, очень интересный отрывок. Много в нем таких практических советов нам. Что услышали к нани царя Рада, которые жили там на юге. Что идет Израиль. И начал он воевать с Израилем. И многих взял из них в плен. Начал он с ними воевать. И когда начал он с ними воевать, то что... Значит, вы помните, сказал, когда Ицха, когда благословлял Якова и Исава, он сказал, что сила Якова в голосе, в молитве. И тогда Вайдар Исраиль Недер Ляшем. И взял Исраиль обет перед Богом. Когда они начали проигрывать в войне. Взяли они обет перед Богом. То есть, это особая форма молитвы. Такая, как обещание. Как Яков, когда шел искать себе невесту, он тоже взял обет перед Богом. И обет Якова. То есть, пообещал. Теперь то же самое. Взял Исраиль обет перед Богом. И сказал, если ты отдашь этот народ в руки мои, то... То я посвящу Всевышнему победную добычу в этих городах. Есть такой способ. То есть, обет, он делает святым что-то. И они говорят, что мы всю добычу отдадим тогда, посвятим Всевышнему. Так они взяли... То есть, что мы отсюда видим? Они взяли обет, что дай нам победу не для нас. Нам не нужна добыча для себя, для прославления твоего имени. То есть, Всевышний все в этом мире делает, чтобы люди приблизились к Богу. И когда у тебя что-то не идет, скорее всего, что ты это делаешь для себя. А если ты делаешь для себя, то делай твоими силами и делай. Но если ты делаешь что-то, и ты это делаешь для Всевышнего, для прославления имени Всевышнего, для того, чтобы выполнить заповедь Всевышнего, то у тебя есть партнер Всевышний. И когда они проигрывали в войне, они взяли обет перед Всевышним, что если они победят в войне, тогда они все города эти посвятят Всевышнему. Хорошо. И услышал Господь, написано, Вайшма Ашембекол Исраэли, услышал Господь голос Израиля, Вайтенет Акнаани, и отдал он этот народ кнанейцев, и, значит, их города, и назвали эти места Харма. Харма это посвящение, да, то есть эти города, которые они победили, они были посвящены Всевышнему. Отступили они потом к Тростниковому морю, чтобы обойти землю и дома, и сжалась, написано так, Ватикцар Нефеш Ам Бадерах, и сжалась душа народа в пути. То есть у них начались опять трудности, физические трудности, и это называется сжалась душа, как человек в стрессе, он сжимается, да, вот у них все сжалось, значит, они в стрессе, и что? И все, и опять пошло-поехало. И начал опять народ выступать против Бога и против Маше, зачем ты нас вывел, поднял ты нас из Египта, умереть в пустыне? Нету хлеба, нет воды, и, значит, мы уже не хотим есть этот ман, начали они сразу жаловаться опять на кого? На Маше и на Бога. Все, уже это новое поколение, уже они 40 лет были в пустыне, уже умерли те, кто были в рабстве. И вот этот вот момент, когда плохо начинают жаловаться на Бога, на кого-то искать где-то причины, это осталось, и осталось, я думаю, что до сих пор, к сожалению. Начали они выступать против Бога, против Маше, зачем вывели вы нас, все. И что? Ваишла Хашем Баам, это на Хашем, послал Бог на народ змей, ядовитых змей, и начали они их кусать. И умерло много народа из Израиля, много умерло народа. И что? И опять они пришли к Маше, и опять схема повторяется. Как плохо, начинают жаловаться на Бога. Как еще хуже, просят Бога, чтобы спас. И пришли народ к Маше, и сказали, согрешили мы, что говорили мы против Бога, пожалуйста, помолись Богу за нас, чтобы убрал от нас этих змей. И что сделал Маше? Вот это вот пример для нас, человека, который вообще, он не мстит, не злопамятный. И начал Маше сразу за них молиться. Начал Маше молиться, и что сказал Бог? Он молкому, сделай себе змея, посади его на шесть, и будет всякий, кто укушенный, посмотрит на него, и будет жив. И сейчас вы очень удивитесь. Маше сделал медного змея, посадил его на шесть, и было. Если укусит змея кого-то, тот посмотрит на медного змея, и остается в живых. Если вы пройдете мимо аптек, то на большинстве аптек есть такая медная чаша, и на ней медный змей. Вот с тех пор это стало символом выздоровления. То есть, когда мы идем в аптеку, мы верим в то, что в аптеке мы сейчас найдем, значит, какое-то исцеление. И Всевышний так сделал, что они смотрели на медного змея и выздоравливали. Интересно, что потом стало с этим змеем, но мы это узнаем уже на следующей неделе. Или завтра, завтра еще будет урок, значит, может, мы про змея поговорим. Все, всем, чтобы, все, кто нуждается в выздоровлении, читайте эту главу, смотрите на медного змея, молитесь Всевышнему, просите Всевышнего, чтобы он вам дал выздоровление для прославления имени Всевышнего. То есть, все, что мы делаем и просим у Всевышнего, нужно, чтобы это все прославляло Всевышнего, Всевышнего, потому что Он делает для нас чудеса, а мы про это забываем. Он делает, вот я вам скажу так, что для меня тоже столько чудес Всевышний дел, и очень часто получаешь и забываешь даже поблагодарить. Поэтому благодарим Всевышнего заранее, за все хорошее, что Он делает. И видите, сегодня начинается книга Таилим. Сегодня, кстати, на каждый день разделена книга Таилимы. В сегодняшнем отрывке начинается Апсалом 1. Счастлив человек, который не шел по советам злодеям и на пути грешников не стоял. У Бамаша в Лыцим и в обществе насмешников не сидел. Все, друзья, всем удачи, успехов, благополучия, здоровья, счастья, шломбайта, и чтобы Всевышний слышал ваша молитва.